Бюджет развития Бюджет развития Чтобы выполнить послание президента, надо выйти, как он говорит, на мировые темпы. Они выше 3%. А у нас 10 лет подряд меньше 1%. Чтобы войти в пятерку, надо иметь темпы 5-7%. А мы с такими темпами будем в лучшем случае 15-й в этом мире. А это означает полный провал политики, который проводит нынешнее правительство. Более того, прикрываются всякими провокациями. Раздули эту ситуацию, связанную с охотой на лося до такой степени, которой никогда не было. Я посмотрел это дело, дело быстро сшили за 3 недели. Но Рашкин открыто сказал, я готов давать показания. Я ему сказал, была охота, была охота. Стрелял, стрелял. Я говорю, иди и высказывай. Он поехал на родину, где 20 лет охотился подряд своим друзьям и товарищам. Куда делась лицензия? Я говорю, разберите. Кто у вас сидел на хвосте? Поймите. Каким образом заорали через 15 минут все службы и все средства массовой информации? На мой взгляд, это хорошо организованные, продуманные провокации, которые требуют комплексного расследования. Поэтому, прямо сказали, любой депутат нашей фракции готов снять с себя непокрестновенность и следствию доложить нашу точку зрения и взгляды. Но мы требуем комплексного и всестороннего расследования этого инцидента. А когда шьют сплошь и рядом уголовщину, для нас это неприемлемо. Мне ее шили несколько лет, 10 лет подготовили. Но, слава Богу, многие талантливые люди в стране вступились. Это шили Быкову, нашу Валерию, который шел на выборы губернатора на Камчатке. Дали 9 лет. И за что? Я, когда сказал, что мы восстанем против этого, пересуд снова Быкову выпустили. Это шили Левченко, ее сыну. Левченко, который за 4 года удвоил бюджет, заставил Дерибаску платить налоги. И типизировал лес. Сына посадили у Левченко и посадили министра. Занимался лесным хозяйством. Сын сидит в матрешской тишине абсолютно по надуманным показаниям и так далее. Я обратился к президенту выпусти. У нее маленький ребенок. И тем не менее, даже и тут не проявили милосердия. Это шили Казанкову в лучшее предприятие у Мариэлла. Эту шайку возглавил Маркелов глава республики. Я принес президенту все документы, связанные с этим. Все поручили ФСБ, расследовали. Маркелов получил 13 лет строгого режима. Сидит сейчас в Тверении. Это шьют сегодня Грудинину каждый день. 1300 судов прошло. Сейчас обложили со всех сторон. Даже пытаются отнять квартиры у всего коллектива. Яков не по той цене коллектив продал несколько лет тому назад. Продавали по той цене, которую правительство указало. Продавали всем. От детского сада, нянечек до токарей и поливодов. И тем не менее. Все это в Ахканале связано с одной простой вещью. Она связана с тем, что Единая Россия не может предложить стране. Ни новый финансово-экономический курс. Ни новую бюджетную политику. Ни защиту тех, кто требует особого внимания детям, женщинам и старикам. На мой взгляд, вчера то, что принесла прокуратура, попахивает очередной расправой. Там нет ничего, что связано с реальной ситуацией, которая сложилась в стране. Мы передали генеральному прокурору целый пакет документов. В том числе и по хозяйству Грудинина. Там написали свое заявление 336 работников. И я надеюсь, что в четверг вместе с Лосем принесут и ответ, как идет расследование попытки рейдерского захвата Саблинско-Полихатовской группой этого уникального предприятия. Они нацелились не случайно, но расширили масштабы этой деятельности. Я хочу через вас еще раз обратиться к генеральному прокурору. Мы ждем официального ответа, какая бригада сформирована для расследования. Сейчас новая атака идет на Тимирянскую академию. Лучшие академии, великолепные земли. Снова пытаются в центре Москвы отхапать эти земли, вырубить сады и леса. Тот сад, который академик Кашин, он углавляет здесь комитет, сам сажал, уже застраивает железобетонными коробками, вырубая плодово-ягодные плантации, нанося невиданный ущерб для природы. Мы сегодня практически все подписали новый лесной кодекс. Мы давно на нем настаивали. В этом году загубили 18 миллионов гектаров леса. Путин, выступая на Международном экономическом форуме, сказал, мы бережем лес. Вот будет самым важным его решением в этом году, если он поддержит этот кодекс. Он возвращает лесников, увеличивая пять раз. Он дает возможность восстановить все лесное управление и науку. Он дает возможность спасти миллионы, в том числе и поголовья, которые сегодня в этих лесах существуют. Я попросил, дайте мне сводку за последнее время, как рассматривают дела, связанные с браконьерством и нарушением порядка в лесу. Я просто ахнул. Три высокопоставленных чиновника в Якутии отстреляли в заповеднике 12 голов оленей. Никаких расследований, никаких замечаний. Вот рядом в Рязанской области опять большие начальники. Два лосяра застрелили. Опять никаких расследований, ничего. Что касается Рашкина, он готов заплатить штраф в соответствии с нарушением. Мы готовы помочь восстановить все, что связано с потерями для природы. Но попытка уголовной расправы сама носит абсолютно криминальный характер. Те, кто этим занимаются, должны понимать, что они подрывают элементарную стабильность в стране. Начиная от наших кандидатов в губернаторы, кончая народным хозяйством, эта рейдерская атака после выборов только усиливается. Она усиливается в связи с тем, что нас поддержало абсолютное большинство граждан, что мы получили поддержку талантливых людей, что нас поддержала Академия, что мы подготовили программу «10 шагов достойной жизни» и целый пакет. Мы подготовили свой бюджет развития. Эту линию, эти наказы, граждане наших избирателей, мы будем проводить последовательно и неуклонно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!